Всем привет, и в сегодняшнем видео я снова буду тестировать новые фрезы и также покажу, как я делаю аппаратный маникюр. В принципе, техника уже давно известна, но фрезы появились новые, и мне захотелось протестировать их вместе с вами. Как видите, кутикул у меня объемный, приросший к ногтю, поэтому объем работы очевиден. Начинаю, как всегда, с длины, подпиливаю практически под ноль, надоели мне длинные овальные ногти, поэтому делаю мягкий квадрат. Кстати, этого маникюра полтора месяца, все потому что я месяц проходила с гель-лаком, потом сняла и ждала новые фрезы, не хотела делать себе маникюр. Соответственно, вот такое состояние кутикулы у моих ногтей за полтора месяца. Затем полирую ногтевую пластину бафом, чтобы вскрыть какие-то неровности после предыдущего маникюра. Я уже давно являюсь огромным поклонником Виктории Беловой и ее бренда Biotech School, и у меня практически все фрезы из ее магазина, поэтому, естественно, я купила новые и решила попробовать три новых шара. Это большой коронновый шар экстрамягкого абразива, также это шар с натуральным алмазным напылением, и также просто алмазный шар с красной насечкой. Здесь я сравниваю диаметр шаров, и справа это алмазный шар с синей насечкой, диаметр которого 2,9 мм. Пушер, кстати, тоже новый, тоже из того же магазина, но суть не в этом. У меня очень наросшая кутикула, и если я не приподниму ее пушером, вернее, не отодвину, то мне невозможно будет поднять и открыть кутикулу с помощью фрезы. Скорее всего, вам будет казаться, что это очень сложно и больно, но на самом деле ни один ноготь, ни один палец не пострадал. У меня это не вызывает никакого дискомфорта, это абсолютно не больно, просто она слишком нарастает к ногтю, и поэтому приходится прикладывать достаточно большие усилия для того, чтобы ее хоть немножко отодвинуть. Ну а дальше все, как всегда, беру корундовый конус, экстра мягкого абразива и делаю все как обычно. Приподнимаю кутикулу, раскрываю ее максимально, и также зачищаю птерегии, убираю и расслойки на натуральном ногте. Движение очень плавное, аккуратное, давления на фрезу практически нет, обрабатываемый палец постоянно двигается, приподнимается, опускается, поворачивается, разворачивается, для того, чтобы было удобно протечать и в синусах, и в боковых валиках. Небольшой дисклеймер, хоть и в середине видео повторюсь, что я не мастер, у меня есть сертификат, но я считаю, что мастер это тот человек, у которого достаточный опыт, а не наличие каких-то дипломов. Поэтому я делаю маникюр только себе и своим родственникам, у меня небольшой опыт, и поэтому я делюсь не как мастер, не как человек, который чему-то учит, а просто как любитель. Человек, который владеет аппаратным маникюром и аппаратом хоть в какой-то степени, что-то знает про это видео, слышал и так далее. Поэтому не воспринимайте мои советы как учения, не нужно меня сравнивать с мастерами и ни в коем случае не нужно повторять за мной. Все нужно рассчитывать под себя, ведь у каждого ручки индивидуальные. Приподняли мы кутикулу замечательно, но под ней отчетливо видно небольшое количество аптерии, который остался, и конус уже туда не помещается в эту область, тем более я могу пропилить и сделать себе больно. Поэтому в данный момент приходит на помощь фиссурная фреза с красной насечкой диаметром 1,2 мм. Не нажимая практически на ногтевую пластину или не нажимая на фрезу, я прочищаю именно область под кутикулой. Если небольшое количество птериги останется у вас на ногтевом ложе или где-то под кутикулой, то это не позволит сделать вам чистый маникюр и нанести гей-лак максимально близко к кутикуле. Он у вас будет растекаться, задевать кутикулу, течь под нее, затекать. В общем, проблем будет очень много, соответственно, для того, чтобы этого не было, нужно на этапе маникюра уже от этого избавиться. Ну а теперь пришло время алмазного шара с натуральным напылением, и посмотрим, как он в действии. Рахожусь с шаром всегда в два этапа. Первый этап по юбке кутикулы, то есть под кутикулой, и второй этап уже зачищаю ее сверху, точнее счищаю. Потому что если не придерживаться первого этапа, то вторым этапом вы лишь пригладите кутикулу, но не счистите ее. Только потом, после маникюра, я поняла, что для меня, наверное, корундовый шар для домашнего маникюра самый идеальный. Он более мягкий и побольше в диаметре, и для меня он оказался самым удобным. Поэтому это тоже интересная вещь, с этой тоже можно поработать, поиграться. Но для меня корундовый шар остается в приоритете. Субтитры сделал DimaTorzok А вот этим шаром с красной насечкой я решила зашлифовать небольшие гусеницы, которые у меня остались. И то, что алмазный шар с натуральным напылением уже не смог счистить, поскольку мне было горячо и больно, то это отлично это зашлифовывает. Но я не понимаю, как этим шаром многие мастера убирают кутикулу. Возможно, у некоторых клиентов она совсем очень мягкая и тоненькая, потому что даже на больших оборотах мою кутикулу невозможно было счистить этим шаром. Она просто приглаживала, зашлифовала, но никак ее не счищала. О, этот шар самый приятный в использовании за все время пользования аппаратом. Это шлифовщик, он просто приглаживает все-все-все заусенцы, всю бахрому, что у вас были. Просто делает кожу очень гладкой и красивой, что не дает после маникюра в течение недели, а то и в течение всего срока ношения маникюра, бахромиться в вашей кутикуле и давать шанс появлению новых заусенцев. Пришло время для маникюра. Первый этап – нанесение дегидратора на ногтевую пластину для удаления с нее остаточной влаги. Теперь использую новинку – базовый гель Glossy Gels fluid. Наношу, как всегда, сначала тоненьким слоем, проходясь по всей ногтевой пластине аккуратно, затем ставлю каплю и распределяю либо кистью от самого продукта, либо отдельной тоненькой кисточкой. Гель достаточно густой, и несмотря на то, что это здорово для выравнивания, я бы все-таки предпочла, чтобы он был чуть-чуть пожиже, потому что я хоть и любитель, но далеко не новичок. Продолжение следует... В качестве основного покрытия выбрала биогель этой же фирмы, и вообще это биогель однофазник, то есть к нему не нужна ни база, ни топ, но я просто решила протестировать базу с топом, соответственно, в этой системе, в этом видео и для этого маникюра у меня получилась трехфазная система. Делаю все то же самое, что и с базой, единственное, я делаю просушку середину между первым и вторым слоем. Первый слой очень тоненький, втирающий, и второй слой более толстый, выравнивающий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Большой палец я решила украсить белым лаком от Masura с небольшим дизайном, поскольку педикюр у меня точно такой же, мне захотелось сделать знаковый и маникюр, и педикюр. Серебряные блестки это тоже гейлак от Masura, на самом деле он менее пигментированный, просто в таком большом количестве кажется, что он достаточно плотный. На самом деле это прозрачная основа с блестками. И в качестве топа у меня тоже Биотек, новинка их, стронгель флюид без липкого слоя. Кстати, такой маленький нюанс, который экономит вам время и облегчает работу. А вот топ для меня уже приятнее, он более жидкий, поэтому легче подается выравниванию. Ну в принципе вот так, для кого-то это покажется слишком толстым, для кого-то покажется недостаточно идеальным, но для меня это отличный маникюр, который смотрится в жизни достаточно натурально. Это не бугры, это не толстые ногти, они точно продержатся больше трех недель, потому что Биогель и Биотек всегда держатся очень долгое время, а с новинками базы и топа я думаю продержатся еще дольше. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы интересуетесь данной темой и другими бьюти тематиками, поэтому буду ждать от вас ответ на реакцию. Спасибо большое за просмотр, увидимся в следующем видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok